Летальность от коронавируса в Беларуси меньше, чем 1%. По количеству заражений наша страна занимает 51 место в свете. Такие личные вынуждены работы на всех условиях – от профилактики до выявления и лечения. А еще статистика зависит от каждого человека. На сколько отказано он ставится до своего здоровья. Бережи других и прислуховываются до парад эпидемиологов и медиков. Это отличается и выполнение санитарных норм на прационных местах. Разом с урачом-гигиенистом Марина Северьянова наведала фабрику «Восьмая соковика». Швачка Валентина Туровец каже, что керавництво фабрики вельми худко адраговало на первую хвалю коронавируса. Тогда захворила не аж мать ее коллег. И зараз тут так само клопотятся об коллективе. Треба носить маски, обовязково вымирать температуру. Ты и мастер подчас працонного дня цікавится самоотшуванием людей. Мы, во-первых, всегда ходим в масках, друг от друга, чтобы у нас есть и вдруг не передавалось. И у нас защита антисептиками идет везде. В комнате приема пищи, в туалете есть стоят. На фабрице працю омаль 1230 человек. Дякуючи принятым мерам, подчас первой хвали ковида, на предприемстве не было лавиноподобного всплеску захворывания. Тогда коронавирус был подтвержден прикладно у 80 человек. Зараз у сямим. Загадших здравпункта Алла Боханова каже, что у частей ДАИ заходят проверить тиск, тиск за скаргами на головную боль. С вирусными захворываниями – на шмат радей. Если где-то какие-то симптомы, то, во-первых, подразделения все отправляют, если люди плохо себя чувствуют, в здравпункт. Здравпункт работает в первую смену. И всегда человек может получить консультацию. И при необходимости, померя в температуру, конечно, выдается направление. Или рекомендуется идти домой и вызвать арчан. Фабрика «Восьмая саковика» – это еще и фирменная крама. Треба клопотиться об покупниках. И они так же должны отшивать себя в безопасности, заходячи в гандлевую залу. Мы заботимся о наших покупателях в наших магазинах, поэтому у нас установлены антисептики для того, чтобы обработать руки. У нас есть наглядная информация о том, что необходимо соблюдать дистанцию. Есть разметка, которая необходима для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию при приобретении товара в наших магазинах. И если вы обратите внимание, у нас две кассы, то есть для того, чтобы не создавать скопление людей и обеспечить необходимую социальную дистанцию. Подчас первой хвалы недопроцовки по выполнению санитарных норм фиксовались омально полови предприемств и организаций в области. Зараз недохопы выявляются прикладно на 30%. Если на начало года на отдельных предприятиях регистрировалось отсутствие дезинфицирующих средств антисептиков, средств индивидуальной защиты, то на сегодняшний день большинство нарушений связано с человеческим фактором. Например, неприменение средств индивидуальной защиты, несвоевременное пополнение дозаторов, некачественное проведение или непроведение входного предсменного фильтра на предмет наличия респираторных инфекций, а также применение антисептических средств, не обладающих подтвержденным вирулицидным действием. По словах Ягора Лазаковича, на предприемстве 8-е Саковика выполняются все мягчимые профилактические меры, чтобы сохранить коллектив здоровым. Первая хваль о COVID-19 припала на весну лета. Традиционно это эпидемично спокойный час. Сейчас же еще и уздым, захворение острыми респираторными инфекциями и гриппом. Уявите, какое выпробование для организма, когда заразится сразу и гриппом, и коронавирусом. Тому медики и эпидемиологи рают и просят, носите маски, не забывайте про антисептики, выполняйте социальное дистанцирование, оставайтесь здоровыми. Марина Северянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».